добрый день мои дорогие подписчики и гости канала с вами таша муляры вы на моем канале жизнь без дублей наступила осень уже холодная уже конечно и деревья желтеют и ночи холодные и сейчас на улице в районе 10 градусов днем будет у нас 13 15 нам обещали и мы продолжаем наши строительные работы задумались над утеплением но точнее мы еще летом знали что нам нужно провести такие работы потому что когда мы в прошлом году утепляли дом снаружи кое-что там не доделали но не доделали просто по той простой печенье что не у меня я тут очень причем уже не было особенно опыта не очень еще в этом разобрался мы только приехали и практически одними одни из первых работ когда мы делал который мы делали по приезду по переезду из москвы сюда на постоянное место жительства на дачу это были работы по обшивке дома блокхаусом и мы снимали старую обшивку у нас дом сруб да он у нас 5 на 9 до 5 на 9 сруб мы снимали всю внешнюю обшивку это была вагонка под вагонку сруб и конопатили его заново меняли нижний венец утепляли про все про это у нас есть плейлист реставрация старого дома сруб ссылку на него дам в описании к видео ну и не все работы нам сделали корректно поэтому нам нужно сейчас кое-что до утеплять для того чтобы ну было просто теплее в доме зимой вот поэтому наши строители остались с нами не после того как мы закончили первый этап строительство дворика работы строительные у нас продолжаются ну об этом собственно сегодня хочу вам рассказать что мы делаем валера мы хотим утеплить подготовиться к теме фронтон у нас с боков ну все утеплено вот этого с этой части где открыто отнял не утеплено а и тут разобрали будут цеплять ответы сняли доски когда нам тогда дом делали такое не не сделали или ты хочешь именно достать туда поглубже да да 0 0 это и ну дешевле конечно вы чем баллончики покупать дешевле будет наверно чем баллончики покупать по чему за квадрат платил 1150 метров 15 сантиметров выходишь на 15 метров как 300 утеплителя это про машину которая приезжает и пену что у нас в итоге то расскажи расскажу найду то что у меня есть и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Правильно ты придумал, Леня. Знаешь почему? Потому что, когда ты пенить будешь, без этого пеноплекса, который будет его сдерживать, она сюда пена пойдет. А так она именно туда пойдет, вглубь дома. Да, вот этот можно и там еще есть. Начинайте с этого. По-моему, я пошла пеноплекс положить. Чуть я этого не слышала. Ну, если тебе хватит, вот оттуда еще возьмем. Это тот пеноплекс, который у нас от полов остался. Дядь, на пять бери. Пятерка. Пятерку? Не знаю, вот пачка пятерки. Не, не может быть, сотка должна быть. Я что? Говорят, пятерки. Значит, пятерки. Серега, ты уже этот профессионализм потерял. Ну так. Это же десятка. А, вот. Замки это. А что, решили туда пеноплекс класть? Пеной. Пеноплекс, пена и пеноплексом прижимать. А, то есть сначала туда вовнутрь пена, а потом подсунуть пеноплекс? Да, и тогда она уйдет, пена, туда, внутрь дома. Еще есть такой же там, когда закончится, откуда можно взять. А там щель-то какого размера, поместится туда, десятка? Ну, сейчас посмотрим, попробуем. Пятерка. С него можно какую хочешь сделать, хоть пятерку, хоть семерку, хоть шестерку. Если распилив его? Ну, конечно, если так будешь пилить доль, то как получится, хоть тройка, хоть четверка, хоть пятерка. Я понимаю, но, санки больше, а на 10 меньше, как меньше. Вот, я по большому дверю сюда. Да, мы сейчас пятерку вот так пикили и разворачиваем. Хе-хе. 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 Продолжение следует... Какая-то у нас опять стройплощадка. Да, опять стройплощадка. Продолжение следует... Продолжение следует... Чем ты один раз запенешь, тем будет надежнее. Чем, я считаю, раз, шов, два, шов, три. Напихать мы тебе можем. А ты все равно пеной пройдешь сверху, и все заоделывается. Ну нет, все равно. Где-то раз, лучше тогда оделся. Ну, если... Да и так можно, конечно, если вам не трудно это пилить все пополам. Еще есть для пеноплекции тоже используется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Делали утепление фронтона. Если бы вот этот козырек, который сейчас Леня там делает, вообще сняли бы его. И нормально туда... Доступ у них бы появился бы к полу. Нормально бы вот это сделали, а потом бы все обшивали. А получается, видишь, его не снимали, он старый как был, так и остался. И сейчас вот Леня тогда зимой догадался, что дует именно отсюда. Что вроде бы, понимаешь, вот верх часть утеплили, низ часть утеплили. А вот эта вот... Перешейка этот... Тогда были совсем другие ребята у нас на работе. Торопились, торопились, вот торопятся тоже на другие объекты. Ну, конечно, трудно найти тех, кто нормально работает. Это и является основной проблемой, наверное, у всех. Поэтому... У меня была идея такая, всех ребят, кто работал на доме, свести, всех мысли, чтобы они познакомились. Потому что они могли друг другу помогать. Ну, вот эту сцену доделаем, можно шашлычную вечеринку устроить. Их познакомить, да, чтобы они знали. Потому что порой надо подстраховываться. Не хватает рук. Печник Серега. Леха, который трубы делал наверх. Плиточник. Плиточник, да. Электрик Паша. Вот, ребята, это вот, если их всех вместе собрать, это будет бригада, ух, любое дело. Вот это будет вечеринка. Да, вечеринка, не знаю, они все не пьют, как... Ну, это будет такая вечеринка с борщом, там, с хачапури, как ты любишь. Вот это и отличает. Никто из ребят, которые работали в нашем доме, никто не пьет. Вообще не выпивает. Пьет это даже не то слово. Вообще не выпивает. Так что ты обещала щи, Сереге. Это единственное... Щи из печи. Что пойдет, да, щи из печи. А так спиртного не надо. Пацан молодой, представляешь? Алексей, это на крыше? Да. Холод уже был, уже все, этот скользит крыша. Все сам сделал эти козлы один. Сам там забрался. Сам в этот холод эту трубу мастерирует. Все грамотно. Учебник с собой взял, чтобы все сделать. Выдру, распушку. Да, да, учебник это было вообще сильно. Все, там сидит с учебником наверху. И все кирпичик кирпичик выскладывает. Все четко сверяет, сколько кирпичей должно быть в кладке. Вот здесь на первой кладке шесть, на второй там пять. У него все расписано. Ну и все. Хотел быть медиком. Родители хотели, чтобы он был врачом. А он стал печеньком. И стал крутым печеньком. Главное, что нашел свою профессию. Это, конечно, поразительно, чтобы молодой парень переквалифицировался из медика в печеньки. И он работал, закончил. Он медколледж, работал на скорой. Да. А потом встретил вот такого хорошего учителя. В возрасте человека, который он научил, передал. Долго он там, какое-то время, года три, наверное, или четыре работал. Долго он там, который там, а, чтобы именно эту подошел. Сейчас я пойду посмотрю. Может быть, что-нибудь найду. Сейчас придумаем что-нибудь, Лень. Что ты пошел искать? Шланг Лени надо. Он сообразил, что нужно эту удлинить штуку. Еще, может, найдем какой-нибудь. А, на этот, на баллон надеть, да? Да. Вот газовый подошел бы, наверное, идеально. А у нас, помнишь, была какая-то такая, типа, силиконовой трубки, которой мы воду из бойлера сливали. А, она не налезет. А, она вроде такая была. Лень, в идеале подойдет газовый. Потом, если что, купим. Лень Taglake. Играет, да? Сophobia. Играетwriting. Играет. Играет. быстро менять и все а может сначала сделать потом все пропенешь не получится я возьму с собой на всякий случай этот но если что я тебе подам о идет видео до если что еще есть штука такая прочищает на давление на а давай сразу пройдемся где можно вот этим пройдись понимаешь пока трубка это работает кстати сразу надо пеноплек вставлять правильно потом он и не прилипнет надо вот в эти три минуты его присобачивать да стыковку тоже отлично пусть и нужно принести нормально конечно я хочу это еще нож потащить вот таким лучше резать вот таким на этот пока точишь подчиняешь сейчас мы ножом легче кружить пеноплекс я уже нормально она все держится правильно ты можешь даже распорочку давать чтобы она не отходил пеноплекс а вот снизу какие деревянные можно саморезом до а вот снизу не прошелся пеноплекс а вот тут вот прошелся тут нет конечно пеноплекс а вот так что давай даже не сомневайся зараза застраивала да это забилось баллон засох до продолжил красить заборчик до осталось мне немного еще пять штук и все да я думаю все покрасил их так много тут лежит астры вообще конечно такие великолепные в этом году ну это очень цвет красивый да акварельная я называю вот это астры прямо как акварель валер да это астры они какие-то понимаешь волшебные а невеста на это посмотри белая сыты это акварельная говорю это невеста а вот это акварель сама называла творит да я ее так называю слушай а все-таки это не шафран там желтый шафран же красный желтенькие ну вот не знаю кто-то написал что шафран а кто-то написал что безвременник очень ядовитое растение причем все его части поэтому будьте внимательны не знаю кто что еще знает про безвременник напишите понаблюдаем станет красный я вот хочу сказать что при всей моей ну не то что не любые к желтым цветам да при соблюдении определенные цветовой гаммы саду я очень рада что мы в результате купили вот эти желтые хризантемы вообще пришла к выводу что для осеннего сада мне как раз на желтые очень хорошо ну то есть если летом все таки я вот соблюдают розово-семи белую даму то в осеннем саду учитывая что лес желтеет до появляются желтые краски вокруг тыквы у меня тут оранжевые и вот эти вот шапки мульти флоры они просто знаете как солнышки такие радостные еще из окна когда видно тоже прямо как-то настроение прям поднимается на них смотришь да вот я спрашивала и многие из вас написали мне в комментариях что вот этот неизвестный мне доселе цветок называется ацидантера вот он ведь уже цветает и правда такой у него тонкий аромат что это относится гладиол самую надо выкапывать а луковицы на зиму и вот еще один вид астер это какие-то прямо персиковые тоже такой цвет нежный деликатный очень а розочка этого лет прям твоя все лето цветет да это уже мне кажется все раз в этот раз уже это крайне ну вот сейчас бутон распустится и все конечно красотка а то который я черенковала вот она выпустила такой базальный побег уже к концу года а в прошлом году сентябринки у нас цвели в это время для в прошлом году сентябринки уже цвели а сейчас почему-то они только еще бутоны набирают не знаю я хочу понять какие твоему дню рождения цветы будут ну вот сентябринки были в прошлом году к моему дню рождению я прям хорошо помню они уже как ты знаешь концу августа были может быть потому что мы их с тобой в этом году пересадили они под задержались из-за этого но им время нужно было на адаптацию чем много всего цветет несмотря на то что казалось бы уже середина сентября до уже даже в 20 числа мы приближаемся рододендроны расцвели это поразительный факт я вам уже показывала сейчас покажу что еще цветет вот смотрите рододендроны цветут вот это это просто удивительное рядом при этом вот как раз сентябринки видите еще только-только в бутонах хотя говорю прошлом году они уже в это время вовсю цвели верески цветут душистый горошек еще цветет этот куст заболел тлей надо его убирать уже лечить даже не буду здесь цветет ли она не сидит только сейчас заметила ну уже проще наверное вырезать и убрать а еще кобея расцветает смотрите какой интересный и удивительный цветок успел ведь и кисти не если тепло еще немножко постоит я думаю что подсветет он еще потому что на самом деле здесь достаточно много бутонов вот ведь еще бутон раскрывается мне бутонов очень много они изначально вот так выглядят эти бутончики вообще что касается создания вот зеленой массы это одна кобея одно растение растет и вот видите вот это вот душистый горошек да а дальше вот эта вся стена это все идет одна кобея и она действительно дала очень длинные плети вот она мне тут из малины ушла и вот видите она вся в этих бутонах наверное вот в каком-то другом климате она бы еще конечно росла и цвела и вот моя подруга которая мне дала она ее сажала еще в феврале месяце даже не представляю когда же не надо посадить чтобы она у нас успела нормально подсвести ну а с точки зрения вот большого количества зеленой массы и вьюна мне она очень понравилась может быть даже я и на следующий год на посажу вот зоне дворика чтобы она перголу во дворике заплела потому что если там будут сажать виноград понятное дело что он прошел на следующий год только расти начнет и ну не успеет никаким образом там ничего заплести на следующий год а вот это кобея не знаю что январе его посадить и потом пораньше в грунт и как-то укрыть ну чтоб она успела вот за сезон нарастить эту массу и зацвестись еще покажу несколько плитков кобея она у нас до ту сторону забора на улице ушла и вот там прямо хорошо уже распустился ну вот мы с вами вышли со стороны улицы наш забор и здесь вот ведь есть несколько уже цветков но какие-то во-первых они зеленоватого цвета я думаю что наверное они еще просто не созрели а может из-за того что холодно сейчас на улице 13 градусов и вообще на мой взгляд удивительно просто удивительно что она расцвела да но так интересная и с этой стороны тоже видите у нее вот такая прям зеленая стена вообще хорошую зелень она дает это кобея с этой точки зрения мне она прям понравилось но у нас там так и происходит строительной работы мужчины все при делах и сейчас с той стороны утеплят фронтон потом нужно будет вот еще с этой стороны точно такие же работы производить тыквы я пока все-таки не снимаю у меня уже кстати есть задумка как украсить дворик вот и пока заморозков у нас еще все-таки нету они у меня висят но в ближайшее время тоже да буду их снимать не хочу показать насколько отзывчивы и питунья удобрением и уходу вот как только потеплело вот эти питунья смотрите у меня зацвели вновь то есть они набирали бутоны было очень холодно они как замерзшие сидели ну и как только потеплело сейчас два дня до сегодняшнего момента у нас днем доходило до 16 17 градусов и они видите сразу распустили свои огонечки с валера когда закончат заборчики поставит их уже такая нарисуется законченная картина этого места во дворе ну на этот год во всяком случае на следующий год даст бог будем помастить натуральным камнем вот эту дорожку на который сейчас валера станет виноград конечно в этом году так разросся просто картина какая-то да у него уже все все обобрали что не обобрали осыпалась немножко осыпалась на вчера ящик уже падалицы собрали да вот мне кстати в комментариях написали вот то что у меня голубика покраснили листья что это ее нужно закислить что и там чуть не хватает ну вы знаете она у меня прошлом году точно также краснела в этом году прекрасно доносила и все было в порядке с ней причем из трех кустов покраснели только два которые блюкроп называются и одна подписчица мне написал что у нее блюкроп и тоже покраснел поэтому не знаю может быть это все-таки сортовая особенность ну подкислили на всякий случай а просто все лето ее удобряла профессиональным удобрением для голубики поэтому не знаю мне кажется что должно быть нормально все у нее с кислотностью чихнул зато ты что чихаешь да ты чихаешь чихаешь в окно наблюдаешь на строители по моему переместились на второй фронтон я еду на маникюр вот хочу сделать опять такой же цвет мне очень понравился такой темный и блузком надела такого цвета новую помните который в вон при не обрала я все зеленый хожу а сейчас вот эту лиловую и рюкзак ботинки мне изумрудные джинсы в общем короче такая модная поляра повез меня на маникюр из меня отвезет а сам потом вернется сюда солнце наконец-то выглянуло прямо на солнце все совсем по-другому смотрятся согласитесь вот видите лиса строит да ну пока я буду делать маникюр сделают вторую часть дома а здесь уже закончили до с этой стороны все лишь установили на место нашили теперь будет все надежно тепло тут не будет будет а это сразу почувствуется на площадке у сахарка если на ветер гулять не будет ну все поехали да поехали демонстрация моего осеннего образа хотел сказать лука вовремя остановилась чеснока осеннего чеснока вот видите я тут такая в коротких брючках такая по-модному джинсики у меня очень платочек подошел по ко всей гамме да ну и так рюкзачок у меня просто тут блогерских штучек моих три килограмма в общем вот так за новым маникюром а а а и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Валера сказал, что там какая-то проблема открылась В общем, завтра будут ее решать Поэтому об этом уже расскажу вам завтра А на сегодня хочу попрощаться Вот Валера тут ведь продукт собирает И мы уже поедем домой Вот так что спасибо, что были с нами Пока-пока, как всегда ждем комментариев Может каких-то дружеских советов Ну и до завтра Ваш Ташмуля Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok